Здравствуйте, я Антон Деркач. Вы смотрите видео, в котором я расскажу об инсультах. Для начала немного о кровоснабжении мозга. Природа позаботилась о нас. Ко всем жизненно важным центрам кровь поступает по нескольким разным артериям. Сосуды анастомозируют друг с другом, и если приток по одним артериям прекратится, кровь сможет поступать из других источников. В головном мозге имеется такое образование, как циркулюс артериозус церебри, или как его еще называют, вилизия в круг. Он образован слиянием нескольких артерий в замкнутое кольцо. Вилизия в круг позволяет обеспечить бесперебойное кровоснабжение мозга, даже если в одном из участков круга произошел тромбоз. Но все это лишь до некоторой степени позволяет компенсировать нарушенное кровообращение. Рано или поздно резервные ресурсы организма иссякают и наступает декомпенсация. Итак, что же такое инсульт? Это острое нарушение мозгового кровообращения. Внезапное появление очаговой симптоматики, сохраняющейся более 24 часов. В случае, если ранее, чем через 24 часа симптоматика купировалась, мы говорим о транзиторной ишемической атаке, или ТИА. Инсульт сегодня одна из наиболее частых причин инвалидизации и смертности в мире, в России в частности. Если раньше инсульт считался уделом пожилого населения, то в последние годы инсульт помолодел. Инсульты бывают ишемические, и геморрагические. В первом случае мы имеем дело с закупоркой или сужением просвета сосуда, а во втором с разрывом сосуда и кровоизлиянием в мозг. Важно уметь дифференцировать эти виды инсульта, потому что в случае тромбоза антикоагулянты способны излечить пациента, а в случае кровоизлияния они же значительно усугубят тяжесть поражения. Также инсульты классифицируются в зависимости от того, в бассейне какой артерии произошла закупорка или кровоизлияние. Инсульты поражают не только головной, но и спинной мозг. В этом случае они называются спинальными. Спинальные инсульты обычно менее тяжелые и прогноз при них более благоприятный. К факторам риска инсультов относятся возраст. Чем старше возраст, тем больше риск. Пол. У мужчин инсульт возникает чаще. Транзиторные ишемические атаки в анамнезе. Гипертоническая болезнь. Заболевание сердца. Сахарный диабет. Совместное применение оральных контрацептивов и курения существенно повышает риск развития инсультов. Профилактика инсультов делится на первичную и вторичную. Первичная проводится до наступления инсульта с целью предотвращения его. Вторичная после состоявшегося инсульта с целью недопущения рецидива. Лечение делится на консервативное с помощью лекарственных препаратов и оперативное рассечение крупных артерий и удаление атеросклеротических наслоений. В заключении хочу отметить, что в случае наступления инсульта более чем в половине случаев наступает инвалидизация. Реабилитация после инсульта длительная и дорогостоящая. Поэтому мы заинтересованы в первичной профилактике инсультов. Мы можем воздействовать на большинство факторов риска, сводя тем самым риск инсульта к минимуму. Если для вас эта лекция оказалась интересной или полезной, ставьте лайк. Подписывайтесь на канал, чтобы первыми узнавать о выходе новых выпусков. С вами был Антон Деркач. Берегите себя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова